В Одессе собираются строить высотку прямо на одном из пляжей. Речь идет о пляже Золотой Берег, где, согласно проекту застройщика, будет возведено 10-этажное здание с гостиничными номерами, спа-салоном и паркингом. Об этом сообщает украинское издание Etcetera. То, что последние несколько лет Одесса весьма быстрыми темпами уничтожается всеми возможными способами, уже ни для кого не секрет, что особенно стало понятно после принятия преступного зонинга, позволяющего вытворять в городе на самом деле страшные вещи, такие как застройка рекреационной зоны и исторического центра. Более того, в том, что прибрежная зона застраивается разнообразными апартаментами и прочей элитной архитектурной дешевкой, знают все одесситы, которым с каждым днем все сложнее и сложнее попасть на общественные пляжи, которых почти совсем не осталось. В скором времени сложнее будет попасть на когда-то очень популярный пляж Золотой Берег, на котором может появиться очередная высотка, причем не на берегу, а именно на пляже. Что касается Золотого Берега, на самом-то деле ситуация очень плачевная, очень грустная, почему? Потому что пошла очень активная застройка прибрежной зоны, причем происходит, скажем так, процессов даже несколько. Первый процесс – это абсолютно такой грабительский, абсолютно незаконный землеотвод, это отвод земли вдоль побережья. Причем мы все помним, когда утверждался зонинг, неотъемлемая частью зонинга есть непосредственно графический план, который должен быть, был разработан и приложен к зонингу, а именно план, скажем так, территория, водоохранная зона, которая, собственно говоря, и определяет ту территорию, в которой нельзя ничего устроить. То есть, когда зонинг разрабатывался и когда он утверждался, и я, и ряд моих коллег-депутатов, и общественность, и средств массовой информации, в том числе и ваш канал, достаточно активно обсуждали, что это нарушение однозначно законодательства, и принимать в таком виде зонинг не нужно было. Но ведь у нас некоторым, у которых власть и деньги, можно все. Как пишет издание Центр, к которым попали в руки документы относительно застройки Золотого берега, здание будет занимать на секундочку 14,6 тысяч квадратных метров на участке в 26 соток. Как вы понимаете, отнятых у одессейтов располагаться оно будет всего нескольких десятков метров от уреза воды. Профильный департамент. Со второго раза только смогли провести тендер и выбрать, я так понимаю, разработчика этой водоохранной зоны. То бишь, до сих пор, до сих пор, я хочу акцентировать на это внимание, что даже не разработан сам проект. Плюс этот проект никто не рассматривал. То есть, он не был рассмотрен ни на соответствующем городсовете, не прошли общественные слушания. И, естественно, депутаты его не утверждали на сессии городского совета. Как в это время можно что-либо или какие-либо утверждать проекты земли вдоль побережья? Это делать однозначно нельзя, это не законно. Но наша городская власть весьма предприимчива, как мы знаем. Нельзя строить рекреационные зоны, дома, ну хорошо, тогда они будут давать добро на появление гостиниц, апартаментов и прочего, относящегося к так называемым дополнительным видам деятельности. В данном случае строительстве такого себе многоэтажного здания исключительно для отдыха граждан. Поэтому там уже появился строительный забор. На сегодняшний момент та стройка, которая осуществляется на 16 фонтан, имеет отношение к тем людям, которые аффилированы городской власти, которые этой городской власти помогают работать, удерживать эту городскую власть, проявляя, я так понимаю, какие-то эквилибрические способности по договорникам с правоохранительными органами, я не знаю, с администрацией президента и с кем-либо. То есть те, кто помогают удержаться нынешней городской власти. Как следует из публикации Цеттера, проект пансионата выполнил Юрий Беликов, известный по проекту реконструкции Аркадии. Ее проводила группа компаний «Сити Групп», которую связывают с олигархом Владимиром Галантерником. Последнего называют одним из подвижников и спонсоров мэра Одессы Геннадия Труханова. Как пишет издание, права заказчика на земельный участок подтвердила нотариус Наталья Чудновская. В свое время она засвидетельствовала сделку о покупке Одесской мэрии админкорпусов Краяна, которую НАБУ считает незаконной. Следователи полагают, что стоимость здания была завышена в 40 раз. И вряд ли можно считать обычным совпадением наличие таких неслучайных имен в очередном случае скандальной застройки нашего города. Тем более, что наша городская власть только за.